Здравствуйте! Это телекомпания «Город» в эфире программа «Семь минут». В русском языке около 500 тысяч слов. Из них только половина употребляется часто. Но в последнее время стало модно использовать скудный и не очень красивый сленг, а то и острое словцо. Для выражения эмоций некоторым хватает и этого. О том, есть ли сегодня проблемы речевой культуры в нашем обществе, говорим с кандидатом педагогических наук Еленой Симаковой и студенткой пятого курса РГУ Надеждой Масловой. Скажите, пожалуйста, действительно ли есть проблемы сейчас с русским языком? Не все понимают, что он и правда у нас богатый и могучий. Дело в том, что мы с детства, когда еще учимся в школе, слышим эти слова «русский язык велик и могуч». Но на определенном этапе своей жизни мы, наверное, воспринимаем это просто как слова. Ну, давайте себе представим на секундочку. Если вдруг, завтра, послезавтра, через неделю, вам придется неожиданно для себя говорить только на каком-то иностранном языке, на том же английском. Как вы будете себя чувствовать? И в русском языке необыкновенное богатство слов и выражений, которые способны отразить самые-самые тонкие дуновения нашей души. В жизни нет не только быт, это не только обиход, это и наука, это учеба, это творческие процессы. Поэтому людям, которые планируют свою жизнь связать с интеллектуальным трудом, с искусством, нужно знать очень много о языке. Как сейчас готовят школьников и студентов к тому, чтобы они вышли в жизнь, вышли в свет, были готовы разговаривать не только с людьми своего возраста и своего поколения? Тут ситуация неоднозначна. Наверняка многие рязанцы слышали критику единого госэкзамена, многие сдавали этот госэкзамен, чьи-то дети готовятся к единому госэкзамену. И в связи с тем, что экзамен проходит в тестовой форме, очень много нареканий со стороны общественности, в том числе и педагогической. Потому что многие речевые умения этот тест не проверяют. А, соответственно, ребята-школьники не готовятся к, например, живой коммуникации, к диалогу устному, к публичным выступлениям, может быть, даже к сочинениям, которые не отличаются установленной структурой, как это делается в ЕГЭ. Но, тем не менее, есть и позитивное. Я, например, могу сравнить ситуацию пяти, даже, может быть, десятилетней давности, когда ребята, поступавшие в РГУ, отличались, наверное, более низкой языковой подготовкой, чем сейчас. Все-таки вот с определенных позиций, если посмотреть, единый госэкзамен дисциплинирует. И заставляет учить не только правила, но и воспринимать какие-то модели поведения речевого, связанного с аргументацией и так далее. Ребенок растет в речевой среде. Это и общение с родителями, общение со сверстниками, общение с педагогами. И улица. Здесь, конечно, не всегда образцы самые лучшие. Ну, возьмем, например, телевидение. Если много лет назад речь ведущих и речь тех людей, которых показывали на экранах, считалась образцовой, то вот сейчас, когда очень много реалити-шоу, ток-шоу... Есть сленг. Появился сленг. Самое страшное. И не только сленг. Огромное количество ошибок, просторечие. Такие обороты речи, которые можно употреблять только где-то в узком кругу своих знакомых, в непосредственной ситуации такого дружеского общения. Но с экрана вряд ли это возможно. Упустили какой-то момент образовательный, может быть, воспитательный в семье. То есть есть где-то пробел, который помешал нам дальше говорить правильно. Вот хочу спросить у вас, как у студентки. Вы будущий учитель начальных классов. Да. Вы сейчас морально готовы к тому, что детки у нас современные. И папа и мама у них тоже иногда применяют не то словцо, может быть. Может быть, дети прямолинейные, чересчур как. Ну, я могу только сказать за себя, да. Я считаю, что я готова уже к этому. Возможно, потому что уже есть небольшой опыт работы с детьми. Да, детки сейчас, конечно же, отличаются даже от того времени, когда мы были маленькими, совсем было все по-другому. Но я считаю, что с этим можно как-то работать, немного даже, может быть, бороться и как-то справляться с этим. Придется ломать тогда стереотип об авторитете. То есть есть родители, которые как-то говорят, и есть учитель, который говорит, что это неправильно, надо по-другому. Ну, наверное, здесь нужно как-то выходить из этой ситуации более корректно. То есть не напрямую обрезать, что родители неправы, их не нужно слушать. А как-то вот так гибко выходить из этой ситуации. Есть другие варианты, не менее интересные. Поскольку вы молоды, хочу спросить, ваш круг общения употребляет какие-то не те слова, не литературные? Ну, наверное, сейчас без этого никуда, потому что такая жизнь сейчас. Наверное, с этим связано желание многих родителей дать своим детям высшее образование. Потому что все-таки университет сейчас остается именно тем местом, которое можно назвать местом довольно высокой речевой культуры. Ну, я не могу сказать на все 100%, но все-таки мы к этому стремимся. Поэтому наши студенты, многие, осознавая, что они – это будущая интеллектуальная элита нашего региона, стараются воспитать в себе качество достойного гражданина и качество человека, который уважает свой язык. Есть эффект от реакции людей. То есть когда человек слышит и ничего не делает, не реагирует, дальше продолжается то же самое. Когда реакция есть, есть какой-то стоп для себя внутренний. Конечно. Знаете, Олеся, вот я вспоминаю свое детство. Если кто-то из моих ровесников позволил себе на улице сказать неположенное слово, то тут же подходили взрослые, делали замечания, а в худшем случае даже могли за ухо оттащить домой. То есть не было равнодушных к таким проявлениям. И общественность очень жестко реагировала на такие проявления подростков. Сейчас, конечно, большинство людей пройдет мимо. Но я надеюсь, не мои ученики, не такие, как Надежда. Мы все-таки осознаем свой долг, свою ответственность показывать хорошие модели речевого поведения, высокий уровень речевой культуры. Сейчас интернет, как вы к этому относитесь? С одной стороны плюс, все, что тебе нужно вот здесь в одной коробочке, с другой стороны огромный минус, потому что ненужного еще больше. Сколько в мире хорошего, столько хорошего в интернете. Прямая пропорциональность. Сколько плохого в нашей жизни, столько плохого в интернете. Ну, если взять, например, то удобство, с которым мы сегодня выходим в электронные библиотеки, и там пользуемся достоверными источниками, конечно, трудно его переоценить. А если взять возможность что-то позаимствовать из чужих трудов, и потом использовать это без правильного цитирования, конечно, это недопустимо. И сейчас, например, когда мы проводим студенческую конференцию, она у нас в этом году уже будет в апреле международной, мы тщательно проверяем все работы через систему антиплагиат. Ну, а почему так происходит? Знаете, вот одна из причин студенты не владеют научным стилем. И университет, безусловно, делает что-то, чтобы здесь студенту облегчить его задачу. Ну, в частности, у нас разработаны прекрасные, на мой взгляд, курсы, очень полезные курсы, которые называются «Академическое письмо и красноречие». В нашу научную библиотеку имени Горького приходим со студентами, где они тоже учатся правильно пользоваться сайтом библиотеки, брать оттуда источники и делать ссылки на эти источники. Я не сомневаюсь, что вы, Надежда, участница многих олимпиад, каких-то важных этапов. Когда начнете работать, какой из этих этапов будете вспоминать и благодарить за то, что он был, что помогло вам говорить правильно и учить других, как нужно это делать? Ну, наверное, стоит сказать сейчас об олимпиаде, которая у нас проходила недавно в стенах нашего института «Русская речь». Это очень интересное мероприятие. Было именно лично у меня интерес увидеть то, что я знаю уже непосредственно, и то, где есть у меня какие-то пробелы, где, может быть, немножко я не дотянула. То есть что-то еще узнать. Я глубоко уверена, может быть, на основании своего собственного опыта, в том, что человек любит тот предмет, в котором помимо уроков ему предлагали еще какие-то внеклассные мероприятия, ну и даже уже, когда он студент, тоже какие-то мероприятия, помимо лекций и семинаров. Поэтому несколько лет назад у нас родилась такая идея в Институте психологии, педагогики и социальной работы РГУ проводить олимпиаду. Сначала мы ее проводили только для своих студентов своего института, потом вышли на уже межфакультетский уровень, причем позиционируется она как олимпиада для нефилологов, мы берем только филологов, которые изучают английский язык. Вот специальность русская филология здесь у нас, к сожалению, не представлена. Ну, к сожалению, для того, чтобы все студенты были на равных. Филологи, естественно, о языке больше знают. А вот в этом году мы уже вышли на городской уровень, потому что у нас участвовали студенты не только РГУ, но и медицинского университета, радиотехнического университета. И задача наша была так построить олимпиадные задания, чтобы они были интересными. Они, скорее всего, основаны на языковом чутье, на интуиции, на умении увидеть какие-то интересные языковые факты, проанализировать, подумать. Знаете, вот что самое интересное, Олеся, я разговариваю со студентами после этой олимпиады, и они говорят, что они еще очень долго думали над нашими заданиями. Как сделать так, чтобы мы с вами стали достойной истории для тех, кто ее продолжит? Дайте какой-нибудь совет, и вы, и вы в частности. И сегодня говорят, что хорошая речь – это речь, прежде всего, не стереотипная. Вот для того, чтобы ребенок не говорил такими изъезженными фразами, штампами, не использовал в своей речи клише, а делал в своей речи творческую, ему, конечно, нужны хорошие образцы. Действительно, нам, студентам, сейчас проще. Проще чем? Нам есть на кого равняться, нам есть на кого брать пример, и есть и люди, которые для нас служат эталоном, в частности, и также в речевой культуре. Подумайте над тем, что сегодня услышали, а в идеале сделайте работу над ошибками. Это была программа «Семь минуты». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!